я думаю что основное это за то время которое у вас есть до подготовки интервью попытаться разобраться в теме попытаться изучить интервьюируемого и подготовить тезисные вопросы надо понимать что интервью может пойти не так как вы думаете и вы должны иметь несколько вариантов корректировки хода беседы в процессе того как будете задавать вопросы получать ответы и это нормально это как раз самое интересное когда у вас получается живой реальный экспромт я по образованию социолога и вот могу сказать что самое главное это конечно исследователь социолог журналист не должен изначально как бы закладывать вот этот периметр своего знания не должен вкладывать в уста спикеров в данном случае там интервью ему то что он хочет сказать конечно готовиться к интервью необходимо необходим какой-то базовый набор знаний но может быть интереснее было бы начитать интервью с некой провокацией не в отношении спикера а в отношении темы это сразу разрешает разряжает обстановку сразу настраивает на такой дружеские дружескую беседу и интервью конечно получается живым и конечно же стоит действительно согласовывать темы рабочие темы с с пресс-службами и так далее с пиарщиками но наверное не вопросы потому что если вы будете идти по вопросам интервью конечно получится не живым даже если вы там что-то забыли что хотели спросите но интервью это интервью его смотрят читают на одном дыхании поэтому нужно об этом помнить когда вы пишете про высокие ставки по кредитам это что банки а обманывают людей забирают у них последние и заставляет их отправляют их в кредитную кабалу нужно сначала разобраться с вопросом какие именно ставки выдает банк кредит насколько эти ставки являются рыночными что в эти ставки реально заложено потому что надо прекрасно понимать что банк не это не благотворительная структура банк зарабатывает деньги более того банк принимает деньги на вклады и банк платит проценты по вкладам и это не не та история что банк просто что-то всегда забирает и ничего не возвращает отнюдь когда вы пишете о том что ставки чрезмерно высокий например да что вы там ипотечный кабала что люди не могут расплатиться по своим обязательствам это общие фразы вот таких общих фраз желательно на самом деле на мой взгляд избегать а или под эти утверждения должна быть подведена очень серьезная база все у вас должна быть фактура должны подвести читателей к определенному выводу а этот вывод он не должен быть навязанным и любая информация которую вы подаете она должна быть подтверждена фактами не бойтесь использовать цифры в своих публикациях цифра цифр очень много вы можете воспользоваться информацией по открытых источников до посмотреть рейтинги банков посмотреть какие у них ставки стоит как и у них объем вкладов например привлеченных а вы можете посмотреть если мы говорим про кредитный рынок динамику их ставок например сейчас ставки по кредитным продуктам достаточно низкие и считать что они безумно высокие было бы было бы лишним наверное один из распространенных мифов которые усиленно муссируется уже много-много лет что ипотека в россии очень дорогая и что самое любопытное такие мифы муссировались и когда ипотека была 15 процентов годовых и когда сейчас она уже девять можно иногда даже и от более низкую ставку получить ипотечный кредит очень часто и говорят о том что вот где-то за границей да там вот по два процента вот полтора процента ипотека на 30 лет люди спокойно платят у любых денег есть своя стоимость и соответственно когда мы говорим о том что ипотека в за границей стоит там два три процента хотя на самом деле во многих странах это далеко не так то надо понимать что там и стоимость денег несколько иная там другая учетная ставка там друг а под другие ставки привлекают банки вклады у нас достаточно хорошие ставки сейчас и по вкладам у нас относительно низкие ставки сейчас по кредитам в том числе и по ипотечным кредитам более или менее стабильная инфляция правда и к тенденции повышения но тем не менее вот сейчас конкретно говорить о том что ипотека безумно дорогая что банки обворовывают народ подавая людям ипотечные кредиты это просто неправда когда вы пишете о защите прав потребителей финансовых услуг стоит помнить что речь идет не только о качестве продуктов о том какие ставки какие условия предлагает тот или иной банк или финансовая компания также стоит помнить и о сервисе о качестве обслуживания клиентов и это та тема которая тоже очень благодатная тоже всегда находит широкий отклик у читателей и здесь вы всегда сможете воспользоваться порталом банкиру а разделом народный рейтинг где банковские клиенты где клиенты страховых компаний инвестиционных компаний пишут свои отзывы о том почему например не работает электронная очередь в там в том или ином отделении на предложим сбербанка или почему не работает банкомат или он съел деньги не выдал человеку по карте там необходимую сумму или например что делать если у вас заблокировали счет на эти вопросы банки очень быстро отвечают потому что это их репутация это это их деньги потому что прочитав такой отзыв клиенты могут подумать что в этот банк лучше не идти обслуживаться и об народном рейтинге банкиру вы можете найти массу тем для своих публикаций мои коллеги уже сказали что очень важно готовиться к интервью даже если ты ощущаешь себя специалистом по этой теме однако такая подготовка то есть заранее подготовка вопросов часто выхолощивает интервью и к сожалению на журналистов оказывают давление пресс-службы когда предлагают прислать вопросы лично я и руководимое мной издание сопротивляется этой практике потому что интервью должно быть живой беседой и как сказал мой коллега дмитрий равкин возможные изменения сценария хода беседы поэтому никогда не соглашайтесь присылать вопросы но обязательно соглашайтесь присылать темы оговаривая за собой право в рамках темы раскрыть какой-то вопрос подробнее или зацепившись за него уйти в некую сторону который изначально вы не предполагали это необходимый навык и второй навык это определенная доля некомпетентности в кавычках конечно я имею ввиду вот какой момент зачастую деловая журналистика создает иллюзию что мы вот имеем некий профессиональный разговор внутри рынка вообще журналистика которая адресована не широкой аудитории это в общем дурная журналистика поэтому ваш разговор должен строиться так как будто вы в нормальном смысле слова не компетент и в той же степени что ваш читатель обычный человек на улице и никогда нельзя поддаваться искушению не задать уточняющий вопрос моей жизни была ситуация когда я пошел с скажем так с молодым коллегой с моим подчиненным на интервью и спикер назвал очень сложный термин который я не понимал касающийся налоговой системы я переспросил спикера спикер разъяснил но краем глаза я увидел что мой коллега кивает головой согласно и я разъяренно после интервью спрашиваю коллеги что ты кивал неужели ты знаешь этот термин а я кандидат экономических наук не знаю и коллега объяснил вы знаете я не хотел выглядеть дураком как раз таки в этой ситуации журналист выглядит дураком когда он согласно кивает услышав незнакомый термин никогда не стесняйтесь переспрашивать расшифровка термина это нормальное явление термин должен быть понятен так как он понятен неискушенному читателю к интервью в принципе необходимо готовиться даже если вы считаете что вы тему интервью знаете от альфа до омеги и все вопросы для вас очевидны все равно нужно прочитать все что сказано по этой теме в открытых источниках продумать вопросы это поможет вам во время беседы со спикером потому что бывает так что едешь на интервью будучи абсолютно уверенным своей полной компетенции но беседа идет так что возникают моменты когда вы чувствуете себя мягко говоря не совсем своей тарелки вот чтоб таких ситуаций не возникало на мой взгляд как раз и существует то что называют подготовкой к интервью мой опыт говорит о том что спикер это прежде всего человек поэтому каким бы статусом он не обладал в каком бы учреждении не работал каким бы вам не казался великим и всемогущим с ним надо общаться просто как с обычным человеком и задача журналиста во всяком случае я так всегда ее понимала в том чтобы расположить к себе спикера чтобы он максимально вам открылся соответственно и отвечал на ваши вопросы предельно компетентно и полно это говорится наш хлеб и наша цель таком случае интервью получается интересным увлекательным не только для самого спикера и для журналиста который его делает но и конечно в первую очередь для читателей которые будут с ним впоследствии знакомиться после публикации важнейший момент для журналистской работы по тематике финансового рынка здесь как нигде принципиально важно учитывать принцип дуализма в подаче финансовой информации практически у каждого продукта услуги новации финансового рынка есть доводы про и контра для финансового рынка такой подход является особенно актуальным поэтому качественная финансовая журналистика исключает декларативные материалы однозначно описывающие тот или иной продукт событие или явление журналисту пишущему на финансовые темы необходимо умение четко оценить тот или иной факт просчитать его применение к финансовым темам весьма точно высказывание готфрида вильгельма лебница прежде чем спорить давайте считать в случае с финансами задача усложняется ввиду нескольких факторов многие инструменты и механизмы расчеты и суть операции финансовой индустрии слишком сложны что вызывает затруднения в передаче информации широкой аудитории доступным языком второе в отличие от мировой дипломатии или сырьевого рынка практически любую информацию о финансовой индустрии читатель может апробировать на себе третье финансовый рынок несет значительную долю рисков поэтому такая апробация на себе если она основана на искаженном представлении из-за некорректной работы сми приводит к вполне конкретным как материальным так и моральным потерям людей четвертое финансовый рынок опять же в отличие от очень многих индустрий является рынком с повышенной информационной чувствительностью и для журналиста пишущего на финансовые темы очень актуальным становится врачебный принцип не навреди пятое интересы участников финансового рынка и потребителей финансовых услуг могут не во всем совпадать в чем-то основываться на принципе компромисса а иногда вообще быть диаметрально противоположными противоречить друг другу поэтому вектор применения принципа не навреди не всегда однозначно ясен часто возникает вопрос дилемма кому именно не навредить участникам рынка или потребителям их услуг хотите найти интересных спикеров установить контакты с компетентными экспертами наладить коммуникации с коллегами журналистами группа пишу о личных финансах в социальной сети facebook площадка профессионального диалога журналистов пишущих на финансовые темы присоединяйтесь м м м м м Продолжение следует...